Добрый вечер, в эфире программа Попутчик Гойстудии. Меня зовут Володя Гаврилов и я рад представить нашего попутчика сегодняшнего. Я думаю, что вы уже запомнили Николай Лукин. Приветствую. Николай является обозревателем коммерсант автопилот, а насколько мне известно, это единственное издание, в котором ты работаешь. Ну-ка, давай-ка раскались. Где еще? Фрилансерам просто работать и легче, и выгоднее. Здесь тяжело назвать фрилансерам автомобили и сервис. Это один из старейших таких журналов про машины и про то, как их надо обслуживать. Ну и журнал Новый и популярный автомобиль, тоже такой не самый молодой журнал, но не очень популярный, скромненький. Ну, в общем, хороший послужной список, согласитесь. Да, еще есть вот кар. Ну, хватит уже, хватит, хватит. Все убедились, что ты трудоголик. Так вот, одной из составляющих профессиональных Николая является необходимость постоянных поездок для тест-драйвов автомобиля, да? Да. И Коля вернулся недавно. Вот расскажи, где ты был и о чем сегодня пойдет речь. Вот проанонсируй. Ты же у нас телевизион еще ведущий в недавнем прошлом, да? Так что вот, так сказать, вот твоя камера, скажи красиво. Собственно, разговор пойдет о поездке в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарию, о том, как, тупо сорвавшись из Москвы, мы с моей попутчицей рванули именно в эту замечательную горную республику, посмотреть, что там происходит, покататься по горам и попробовать себя еще и на горных лыжах. Что-то из этого должно было получиться. Что называется, нелегкая, нелегкая журналистская судьба занесла меня в горный рай на отличном автомобиле, какой, BMW? BMW X3. X3, да, с попутчицей, покататься на горных лыжах. Да, да. Ты поработать-то хоть успел? Да, конечно. Я надеюсь, зрители отсутствуют сегодня. Ну, давайте, давайте посмотрим, давайте посмотрим, во-первых, что за автомобиль был. Давай, начинай рассказ свой о том, что ты думаешь по поводу X3. X3, конечно, это замечательный автомобиль. Я, мне приходилось в пору ту, когда они только появились в 2002 году, немножко на них поездить. Тогда еще машина, как бы, оставила неоднозначные впечатления. И я очень долго ждал, когда именно рестайлинговый вариант появится на, у меня на длительном тесте. Поэтому для, и мне очень интересно было, как действительно поведет эта машина себя в сложных условиях, потому что все ее называют кроссовером. Мне казалось, что потенциал BMW, тем более X3, намного больше, и она способна чуть на больше. Поэтому в горы я брал сознательно X3, сознательно просил представительство именно эту машину. Единственное, что я попросил дизельный двигатель, трехлитровый дизель, 218, если мне не изменяет память лошадиных сил. Он экономичный, очень экономичная машина. И поэтому я, в принципе, уже знал, что дизель и BMW довольно экономичные, а так как часть поездки все-таки проходила за мой счет, потому что так получилось. Я прекрасно понимал, сколько придется выкинуть денег из своего кармана, доехать туда и обратно. Машина просто порадовала. На скорости 120-130 по трассе, даже 140, расход не поднимался больше 8 литров топлива. Для трехлитровой машины, для трехлитрового двигателя это просто замечательно, я считаю. Ну и все касается остальное. Удобство машин BMW, комфорт их. Меня вполне устраивали, и в этой поездке я еще раз убедился, что я сделал абсолютно правильный выбор, взяв именно эту машину на этот тест. В горах автомобиль показал себя, ну, почти безукоризненно. Почти, потому что сложные горные условия, они предполагают очень быструю перестройку водителя и машины. Дорога такова в горах, особенно на серпантине, особенно когда ты поднимаешься вверх, что на солнечной стороне дорога абсолютно сухая, трасса абсолютно сухая, только ты поворачиваешь при полном солнце, светящем во всю дурь, поворачиваешь за горку в тень, там тут же оказывается лед. И, грубо говоря, на какой скорости ты входил, на такой скорости машина начинает нести. Я эту проблему у BMW, замечательная система полного привода X-Drive, но все-таки немножко она не успевала на серпантине перестроиться. Я решила эту проблему проще, я отключил систему DTS, динамической устойчивости, устойчивости на трассе, и все, машина получила как бы полностью перешла под мой контроль. Дальше я уже... То есть она абсолютно полностью, потому что я знаю, есть модели, есть автомобили, когда ты пытаешься починить машину себе полностью, она все равно оставляет себе какой-то запас. То есть если ты совершаешь какую-то просто уж совсем грубую ошибку, она отрабатывает. Ну, вполне может быть, что у BMW тоже это есть. Просто я выключал колеса как бы до той степени, когда они говорили, не колеса, а систему DSK, динамической стабилизации до той степени, когда она уже не включалась. Там есть специальный значок на панели приборов, который покажет, что все, эта система отключена полностью. И вот тогда мы очень хорошо поладили с X3 в горах. Я хочу призвать всех телезрителей звонить нам, задавать вопросы о путешествии в горах. Расскажут вам... Ну, в общем, достаточно бывалый путешественник Николай, потому что ездит он много, в том числе и по горам. Вообще хочется рассказать о том, что будем сегодня, видимо, рассказывать больше об особенностях, да, об особенностях инфраструктуре дороги в горной местности, о вождении на серпантине. И вот сейчас послушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, это вас беспокоит Сергей из Москвы. У меня такой немножко не в тему может быть вопрос. Вообще хотелось бы услышать о подводных камнях при поездке вот за границу, допустим, в Альпы. Что ждет по дороге и на какой машине лучше? Вы знаете, в Европе сразу могу сказать, что лучше брать... Чем более экономичную машину вы возьмете, тем будет легче вашему карману, потому что цены на бензин в Европе и на дизельное топливо в том числе таковы, что если машина не экономичная, они просто съедают все преимущества перелета. То есть вот этот комфорт, все прочее, вы начинаете оплачивать из своего кармана, это довольно серьезные деньги. Мы тут как-то просто на день взяли машину в Праге, причем я брал машину абсолютно самую экономичного класса, это Toyota Aiga с литровым движком, с механикой и все равно до поездка от Праги до Карловых Вар и обратно, и немножко покрутившись в Праге, буквально ничего, день. Это ушло где-то 60 евро, если не больше, на бензин только. Да. То есть заправить машину очень прилично стоит. Расстояние от Праги до Карловых Вар 120-130 километров. То есть получилось, ну километров 300 ты пробегал? Ну, пусть 350. 350 выложил на 60 евро. Да. А если попробовать пересчитать интересно по курсу, сейчас, ну, примерно по 36. Как у тебя с математикой? В 1800, ну, чуть больше 2000 рублей. Угу. Угу. А 350. А у нас как? Ну, у нас все-таки проще, потому что отъезжая от Москвы, цены на топливо существенно падают. Причем существенно до такой степени, что если в Москве мы отдаем 20 рублей за литр дез топлива, то на трассе и уже ближе туда к Кавказу это может обходиться от 18 до 16 рублей за литр дез топлива. Причем, как бы, я боялся, потому что дизельные двигатели, они капризные, я боялся лить все, что попало, выбирал заправки такие. Да нет, спокойно, пусть не считают это рекламой. Стоит Роснефть, 16 рублей за литр, заправился полный бак, никаких проблем не испытывал абсолютно. Слушай, ну а в таких поездках, если что-нибудь происходит, да, как чинить машину? Ну, конечно, лучше знать более-менее станции дилеров, у которых вы можете получить необходимую помощь, в первую очередь. Для меня это, естественно, было актуально БМВ, но БМВ там ближайший был далеко, с Таврополя. Но я был уверен в машине, поэтому не испытывал никаких проблем. В первую очередь, перед такой поездкой надо проверить машину от и до, и посмотреть, все ли с ней в порядке. Например, с тем же самым X3 вышел казус. Мы только выехали на скоростную трассу, где 120, уже 110 можно ехать на автомагистраль. Там я, естественно, разогнался, не буду говорить до скольки, дабы не смущать гаишников. И чувствую, что машина подтягивает. Я сразу подумал, что, в общем-то, проблема в колесах, в давлениях колес. Заехал, выяснилось, что задние шины у X3 были накачаны на 2,6 давление, а передние 2,3. Ну, видимо, они ее для того, чтобы улучшить динамику, рвать с места так как бы получше эта машина должна в городе. В общем-то, что и происходит. Потому что крутящий момент просто сумасшедший. Но на трассе это создает определенные неудобства. Я просто скинул давление до 2,2. И выровнял. Все, да, абсолютно поехал. Прекрасно, замечательно. В горах вообще думал уменьшить, может, до 2. Ну, хватило и так. Вполне нормально. Колеса не пробил, ничего. Хотя, честно скажу, машину я пользовал серьезно. Ну, вернемся к этому. Сейчас еще один звонок. Здравствуйте. Вечер добрый. Мы вас слушаем. Да, да, да. Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Я хотел бы вопрос задать такой. Вот машина, я знаю, новая была, да, у вас? Х-3 нет. Он прошел 25 тысяч километров уже к этому моменту. В итоге я на нем набегал еще 7. Собственно, машину, когда я отдал, было за 30 тысяч пробега. А сколько вы пробежали? Я пробежал в общей сложности 7 тысяч на этой машине. И вот за 7 тысяч сколько масла долил? За эти 7 тысяч я долил литр масла. Вот это пенчево, да? Нет, абсолютно нормально. Литр масла, пол-литра я долил перед выездом на всякий случай, учитывая скорость, которым я пользовался на трассе. Да, на обратном пути я долил, приехав в Москву, вернувшись, я долил еще пол-литра. Все? Вопросы исчерпан. Хорошо, спасибо. Расскажи, пожалуйста, ты брал какие-нибудь специальные приспособы, да? У тебя какая комплектация была у машины? Ну, я так понимаю, не самое слабое, учитывая, что этот Х-3 стоил в заявке 64 тысячи евро. Там люк, сиденья себе, полный электропакет, это понятно. Плюс еще автоматическая шестиступенчатая трассмиссия. Я не брал никаких специальных приспособлений. Мне интересно было, я не брал цепи, хотя была такая идея позвонить знакомым, коллегам, и сказать, ребята, у кого есть цепи, кто ездит в такие места, дайте на всякий случай. Потому что все пугали, что перед выездом, что куда вы едете, там снег, там заносы, вы не проедете. Первый день, когда мы туда приехали, да, снег был. Дорогу должен отдать должное работникам Кабардино-Балкарии, именно этого участка при Эльбрусе, потому что он выделяется именно как отдельный дорожный участок. Там просто большая развязка между Баксаном и Нальчиком, развязка именно поворот на Эльбрус. То есть это не какое-то поселение, что именно написано Эльбрус там. И когда едете до конца по этой дороге, вы просто упираетесь в склон Эльбруса, все, дальше проехать уже никуда невозможно. Только разве что подниматься на Эльбрус на самой машине. Дорожники там работают очень хорошо, потому что за ночь структура гор там такая, что там не сланец чистый, а песчаные горы. И камни постоянно падают на дорогу. Вот мы утром выезжали, мы видели дорогу, и если вдруг в середине дня мы потом возвращались, то есть дорожники камни эти убирали всегда, потому что сочетание камней плюс еще и лед, они делают езду по двухрядке, серпантину вообще невыносимой. Дорожники работают там замечательно. Поэтому на дороге именно общего пользования проблем не было вообще никаких. Но эта дорога какого значения, какого подчинения? А-128, я так понимаю. То есть федеральная? А разве федеральная? По-моему, это местная. Возможно. Так, хорошо. А как с гаишниками? Как с инспекторами? Дело в том, что выехали мы 23 февраля, и 23 февраля гаишники лютовали. То есть они тормозили, тормозили буквально просто так, хотя до этого я очень долго, очень часто мотался по трассе Дон, такого не замечалось. Либо до Калмыкии, либо до Ростова, до Волгограда едешь всегда спокойно. Никто не трогает, несмотря на машину, несмотря на московские номера, гаишники как-то лояльны. Главное, если ты соблюдаешь правила дорожного движения, они тебя не тормозят. Тут тормозили буквально на каждом посту, в целях посмотреть, не отмечал ли я День защитника Отечества. И очень не понравилось, я даже не побоюсь об этом сказать в прямом эфире, что на въезде в Ростовскую область, абсолютные пацаны-гаишники, стоявшие там, какой-то лейтенант подошел, пьяный от него несло перегаром, сказал, ну, документы, я ему отдал документы, он посмотрел, сказал, ну, а теперь сто рублей на отмечение праздника. На что я ему вежливо объяснил, что, вы знаете, мы в разном возрасте, и как бы так вообще сотруднику не пристало себя вести, он молча мне отдал документы, и я поехал дальше. Была и такая ситуация. При въезде, там есть участок по Краснодарскому краю, когда сворачиваешь от Ростова на Краснодар, а потом надо уходить влево, не на Ставрополь, а по другой дороге, через Тихорецк, Кропоткин, Невиномыск, вот тогда это напрямую выводит на трассу Нальчика. Там вообще спокойно, такое ощущение, что гаишников и не было. Зато единственный был момент в Ставропольском, на выезде из Ставропольского края, по-моему, 290-й километр или 298-й километр федеральной дороги Кавказ. На посту остановили, там, оказывается, очень хорошо спрятанный знак, 60 километров в час, но видно, что пост ДПС и автоматически скидывал скорость, ну, видимо, не так, как нужно было. 73 километра в час. Не остановили, честно написали, этот, я заплачу штраф. Но что не понравилось потом, при въезде в Кабардино-Балкарию, именно свернув в сторону Эльбруса, проезд через все деревни ознаменовался тем, что тормозили же гаишники просто так с радаром и говорили, скорость 73 километра в час. На третий случай я сказал, ребят, это уже просто неприлично, вы радары подрегулируете, да, они не могут показывать все время одну и ту же скорость у вас. Такое ощущение, что просто настроено, остановили, ну, здрасте, у нас 100 рублей, мы поехали дальше. И какой же, ты не раз не заплатил штраф? Нет, почему? Один раз отдали 100 рублей. 100 рублей? Да. Ну, недорого? Да, недорого. Недорого, хорошо. Совсем. А, ну, был еще один случай на обратном пути, уже мы заехали в Нальчик, чтобы проехать дальше там Голубым озером, посмотреть, что есть. Там гаишник придумал новые правила дорожного движения, дорожения, точнее, новые наказания за нарушение этих правил. У нас здесь поворот из этого ряда только на право. Поэтому мы вас сейчас будем лишать прав. Я говорю, извините, за нарушение указательного знака, то есть предписывающего знака, я, насколько помню, штраф у нас, но никак не лишение прав. Но это у вас в Москве, а у нас свои правила. Ну, опять 100 рублей, просили 300, честно отдал 100, сказал, что у меня действительно уже не было денег, денег были только на обратную дорогу. Поэтому мое гневное возмущение взявило, этот столик перекачивал в другой карман, и я поехал дальше. Послушаем еще звонок. Здравствуйте. Алло. Да-да. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня Сергей зовут, город Ростов-на-Дону. У меня вопрос к вашему гостю. Подскажите, пожалуйста, я, может быть, ошибаюсь, вы меня поправите. Насколько я понимаю, Ростов-Москва там порядка 1000 километров больше, и Ростов-Нальчик порядка 600 километров, это 1600, туда-обратно 3200. А 7000 пробег, это по горам или как, я что-то не понял. Ну, по горам мы набегали еще, естественно, там покатавшись, но потом вы же знаете, что я расскажу сейчас только о горной части пути пользования BMW, но, естественно, машина у меня была несколько больше, поэтому прошла она столько. А что вас, собственно, заинтересовало? Нет, ну просто, прежде чем отправиться в путешествие, машина берется, да, вначале нужно объездить ее, покатать, ну, по своим делам, естественно, да, это тоже своего рода тест-драйв, потом же, в результате пишется не только о путешествии, а о том, как машина ведет себя в городе, поэтому получается такая цифра. Если вас интересуют точные данные, то до Ростова почти 1100 километров, 1080 километров Москва-Ростов, вы забываете о том, что выезд из Москвы занимает где-то порядка 50 километров, до этой отсечки, которая начинает считаться, что до Ростова 1080 километров, плюс проезд по самому Ростову по городу, плюс проезд там от Нальчика до Эльбруса, там, я вам могу сказать, что набегает еще дополнительно где-то километров 200, так что не 1600, а 1800, и 1800 туда-обратно, 3600 уже как минимум получается. 200 километров, как вы понимаете, набегать в горах просто, очень легко. Теперь представьте, я от Эльбруса вернулся в Нальчик, поехал на Голубые озера, а Голубых озер я проехал еще дальше и доехал до границы с Грузией, то есть это какой крюк, и вернулся еще назад, вот вам, пожалуйста, еще 500 километров. Ну, если вас интересуют такие точные данные, может, это из БМВ человек звонит. Да-да-да, просто я хочу в письменном виде. Фотографии есть, товарищи, господа из БМВ. А что ты делал в Голубых озерах? Я на них был в детстве, мне очень хотелось посмотреть, насколько свежи мои воспоминания, насколько они точны. Это уникальный природный заповедник, Голубые озера, находится там на какой-то высоте над уровнем моря, есть нижнее озеро, есть два верхних, одно верхнее просто, а одно секретное, как бы, такое озеро. Я вот помню, мне в голову... Секретное называется так секретное? Да, на него указатель даже, секретное озеро. Спрятано, что ли? Ну да, там получается такая ложбина между гор и просто залит вода, но это озеро называют еще мертвым, если мне не изменяет память, потому что в нем не водится вообще никакая живность. Ну так получилось. Ну так не бывает. Почему? Ну как так? Зато там идеально чистая прозрачная вода голубая. Вот я бы не стал бы купаться в Мертвом озере, ну просто потому что оно мертвое. В Мертвом море купаются же. Ну там другая ситуация, там концентрация соли настолько велика, что ни один живой организм не выживет. Хотя и в Мертвом море, уверяю тебя, если покопаться хорошенько, там тоже можно найти какие-нибудь маленькие рачки и так далее. Ну вполне может быть, что там тоже это водится, но есть такое вот название, помимо секретного еще и в Мертвое озеро. Ну вот еще звонок у нас один. Здравствуйте. Здравствуйте, это Дмитрий из Перми. Очень приятно. Меня немножко рассмешила ситуация с предыдущим звонишем. Дело в том, что накатать километраж на машине, тем более на очень хорошей, это просто дело достаточно пустяковое. Я за два года накатал 80 тысяч. И считаю, как бы это ни предел. А у меня вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вообще, а каков ресурс двигателя BMW X3? То есть ресурс данного двигателя, который... Вы знаете, я думаю, что, как и все BMW-шные двигатели, это двигатель-миллионник, который спокойно отбегает то, что ему нужно, то есть миллион километров. Я очень хочу надеяться на это, потому что не думаю, что качество BMW упало так сильно с тех пор, когда двигатели были железные миллионники, и можно было увидеть, честно, на спидометре, на одометре 900 тысяч километров с чем-то, подбираясь к миллиону. Так что, думаю, при должном уходе, понимаете, при должном уходе, при нормальном подходе к автомобилю, когда ты за ним следишь и прочее, набегать много на нем, причем без серьезных поломок, это не вопрос. Главное жалеть машину и жалеть свои нервы и свои деньги. Если вы знаете точно, что на этой заправке продают барахло, но все равно едете туда, заправляетесь в надежде сэкономить полтора рубля, то считайте, что вы потом попадаете на дорогостоящий ремонт. Имеет ли это смысл, имеют ли эти полтора рубля, пусть умноженные на 50 литров, то есть 60-70 литров, 60-70 рублей экономии приводят к дорогостоящему ремонту машины, я не думаю, что это стоит делать. Что-то мне подсказывает, что владельцы X3-го не будут экономить полтора рубля на заправке. Да, я тоже так думаю. Ну, в общем-то, правильно сделают. Машина хорошая, она может долго, упорно и качественно служить своему хозяину, поэтому смысл ее убивать раньше времени. Вот сейчас такая ремарка, просто пошел разговор в тему. На секундочку отличемся, может быть, на минуточку. Меня механики уверяли, да, я, в принципе, слышал об этом раньше, что, ну, например, там, скажем, американская машина, которая должна питаться 92-м бензином, да. Если я буду заливать туда 95-й, который дороже на рубль, но при этом машина будет, получается, за счет того, что более высокое октайновое число бензина, она будет расходовать меньше. Действительно получается то, что, заправляясь бензином 95-м, из 92-го, да, я вот эту растрату в рубль нивелирую. Нивелирую, то есть получается в каждом то же самое? Не совсем так, потому что качество нашего 95-го бензина где-то вполне сравнимо с американским 92-м. Вот, то есть все равно присадки... Если я буду заливать наш 92-й и наш 95-й, то вот о чем речь. Ну, да, разница, я думаю, все-таки будет, но, как бы, а если нарвешься на очень хорошее качество 95-го бензина, типа Натурал или Ультима, который в Европе продается, вдруг у нас получилось. Кто-то вдруг честно залил бензином. Я думаю, 2 единицы, ничего страшного. Можно спалить, прожечь все клапаны, к чертовой бабушке. Это раз, два. Я думаю, что все-таки экономия будет не настолько высока за счет высокого... Потому что дело в старте. Больше всего бензина ты будешь потреблять на момент трогания с места, собственно, торможения. На этот больше всего уходит. И здесь ему все равно, какое октановое число. Он будет все равно сжигаться до такой степени, чтобы как можно быстрее раскрутить свой маховик и продвинуть машину вперед. Вот на высоких скоростях, да, экономия будет довольно большая. Ну, опять же, это надо считать, замерять. К сожалению, я такими тестами не занимаюсь. Но я не думаю, что уж очень много ты выиграешь. Ну, главное, не проиграть. Вот о чем речь. Еще один звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Какой красивый у вас голос. Здравствуйте. Означает ли молчание, что там никого нет? Видимо, эта мелодия была прощальным криком. Может, просто человек здороваться не хотел. Расскажи мне о том, использовал ли ты автомобиль. Вот ты сказал, что это у кроссовера. И ты решил поспорить. Ну, кроссовер в нашем расхожем понимании это та машина, которая очень хорошо ведет себя на асфальте. Паркетник. Ну, и более-менее лояльна к бездорожью. К бездорожью в данном случае мы подразумеваем грунтовку в лучшем случае. В худшем случае проползти 50 метров по полю. Если кто-то когда-нибудь видел ролик X3, который они делали в Дакаре X-Rate, то по этому ролику видно. Ну, в принципе, там, конечно, машина чуть-чуть больше подготовлена, чем обычная X3, но всего лишь чуть-чуть. Для того, чтобы она прыгала по песку. Машина имеет очень большой потенциал. Что я, в общем-то, и пытался выяснить. То есть, я полностью по бездорожью карабкался уже на какие-то склоны, на отвесы. Не говоря уж о том, что заезжать на камни, переезжать. То есть, бездорожье, объясни, какое именно? Это были осколки горных пород или это была глина? Это была плотно спрессованная гора в перемешку со снегом, который еще не сошел в этих горах. И я там для фотографий, когда загонял машину на край, у меня все время боялся, что пойдет оползень. Просто вот эта вот честь может поползти под тяжестью машины. То есть, грунт достаточно неоднородный. И, с одной стороны, его можно назвать плотным. С другой стороны, он не настолько плотный, чтобы машина не забуксовала. В некоторых местах я полностью отключал систему ДСК и пользовался только вручную, так, псевдополным приводом BMW. Либо только задним приводом. Там был один момент, у машины не хватило клиренса. Первый же день мы благополучно, поднимаясь к месту нашего жительства, это поселок Нейтрино, недалеко, где-то километров 20 от самого Эльбруса, там нужно забираться наверх. Дома построены на горе, и все нормальные люди местные, они ездят прямо по горе. То есть, там такое подобие колеи, которая постоянно сбивается, ее заносит снегом, просто едет по горе. Для ненормальных людей положена дорожка. То есть, нормальная асфальтовая дорожка, занесенная снегом полностью. Я решил в какой-то момент, ну, блин, ну что же я все время по горе-то, и поеду вот здесь. И не учел, мы сели плотно на брюх, там никто не ездит, потому что там вот там никто снег не убирает. Народ считает по горе подняться выгоднее и надежнее, чем по обычной дороге. Вот, ну и просто машина своей массой продавила, и тут она уже выбраться из этого плена не могла. Я ее откапывал два часа. В итоге на помощь пришли местные жители, которые тоже помогали мне ее откапывать и выталкивать. Там ситуация такая была, что БМВ не виноват. Если бы я оставил тягу, хотя бы, как это делается, нормально перевел в механический режим, и на ровной тяге проскочил этот участок, я бы его проехал. Но я, ну вот, закопался. Я просто остановился, все, машина просела, и я закопался. И там уже что ни включая, ничего не делал. А какая глубина была? Ой, порядочная. Колеса, если бы машина уходила далеко, колеса все просаживались и просаживались, и дело в том, что днище бесполезно, как бы вот обкапываешь, обкапываешь, чуть тоньше прослойка снега становится, машина еще глубже проваливается, и опять она не может выехать, ничего не подкладывай, не подкладывай. Болзешь. Ну, вызвали ли из плена, без потерь, без ничего. Ну, хорошо. Еще один звонок у нас, давайте послушаем. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Если можно, пожалуйста, чуть громче вас плохо слышно. Да, вот я хотел рассказать историю. Ехали мы в горы на Красную Поляну из Ростова. Ситуация такая, мы пересекли сплошную, когда на дороге было препятствие. И нас установило в ГИБДД. И там ситуация такая, что мы узнали уже позже от местных жителей, что либо 10 тысяч гаишникам, либо 40 тысяч в суде. А судья штраф не выписывает, лишение максимальное. Либо 40 тысяч. То есть там конкретная уже схема. Я вас даже в этом поддержу. Я не знал, что цены так очень сильно поднялись у краснодарских гаишников. Это вообще какое-то больное такое место. Должен честно сказать, они почему-то решили, что для них все остальные законы и штрафы, которые действуют на территории Российской Федерации, они почему-то называют себя испытательным полигоном. У нас, говорит, особые условия работы, курортные, поэтому мы вот так. Там очень жестко с ГАИ. Прошлое лето я объездил весь Краснодарский край, проехал полностью по всему побережью. Даже Азов немножко захватил по всему побережью Черноморского. И попал на то же самое. То есть в абсолютно безобидной ситуации. При разрыве полосы я уходил влево на обгон, обогнал машину, там дальше начиналась сплошная. Я даже не видел эту машину гаишников. Они меня догнали километров через пять. Заставили остановиться, вы нарушили вон там. Я говорю, покажите мне, что я нарушил. Нет, бесполезно, абсолютно. В итоге тогда на месте я отдал, честно скажу, мы торопились, отдали две тысячи. Скинули с всей машины, еще четыре пассажира, никто не видел гаишников. Я, говорит, включил мигалки, все. Причем очень четко. Либо вы нам сейчас изымаем права, мы с вами проследуем, вы с чем-то не согласны, мы с вами сейчас проследуем в отделении милиции. Там мы вам оформим сопротивление задержанию при задержании. То есть вы попадаете уже под другую статью. Какие-то торговли, попытка объяснить, что денег просто элементарно нет, мы возвращались из Сочи в сторону Туапса. Ничего. Либо ты нам даешь две тысячи, либо мы едем туда. А потом звони своим знакомым, нам плевать на то, что ты журналист, на то, что ты кто-то, на то, что ты не нарушал, будешь доказывать уже на месте. Я говорю, ребят, вы вообще совесть какую-то имеете, а у нас особые условия труда, у нас испытательный полигон, курортная зона. А курортная зона, видимо, подразумевает, что у людей много денег, может быть. Да, либо дело в суд. Причем, не имею права, я прошу, даже если я начал писать протокол, нет, мы вам не вышлем права по месту жительства для рассмотрения в суде, только у нас в суде. В назначенный день попробуйте не явиться. Все, разговоров бесполезно. То есть меня еще и вот поэтому, я не мог оставаться дольше. Так я, может быть, пошел бы в суд до конца смотреть, собственно, о чем этот цирк закончится. Но у меня не было возможности оставаться еще на две недели в Краснодарском крае, нужно было возвращаться в Москву. Но это какой-то беспредел. Я бы, например, запомнил бы имена, фамилии. А кто-то из ребят записал, вот, имена, фамилии, естественно. А ребята-журналисты были тоже, да? А один человек коллегов, двое местных. Нет, один местный, один еще из другого региона. Ну, неважно, то есть в любом случае у кого-то есть. Да, у кого-то должно было остаться. Я с удовольствием, в общем-то, я пытался по этому поводу написать статью, но вот решил ее оставить, так как тогда у меня как раз пробег. Москва-Владивосток после этого покатился, все как-то вывалилось из этого. И сейчас хотел выпускать эту статью в преддверии сезона курортного. Уже поздно. Да, цены уже поднялись. Ну, не знаю. Хорошо, давай послушаем. Надо менять тему, потому что мы не об этом собрались сегодня беседовать. Пообщаемся с телезрителем. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. У меня как раз вопрос по поводу работы ГАИ Краснодарского края и Ростовской области. Во феврале я был в Сочи по пути. Как раз нарвался на очень похожую ситуацию по якобы пересечению сплошной линии и превышению скорости. Сто процентов был уверен, что не нарушал, засекал, что время действия знака по запущению обгона соблюдаем. Тем не менее, меня тормозят на посту ГАИ и объявляют такую фразу, что там километров 15 назад вы нарушили такой-то правил, то есть пересекли. Ну и составляют протокол о лишении прав. Естественно, на полгода. Это все обошлось в первый раз мне в 6 тысяч. Это в какое время? Это было ночью в пол первого. Ну вот нет, имеется ввиду время года, вот сезон. В феврале. Недавно вот. Да, 9-го, 12-го числа вот так. Дальше идет. Остановился, отдохнул. Это километров 6 я объехал. Проезжая буквально километров 8, следующий пост, меня тут же тормозит еще раз вопрос. На том посту саналивали? Да. Что сказали? Ну я так отшутился, что все нормально, проверили документы. Заводят на пост, вызывают по рации машину, идет другая фраза. Вы нарушили скорость, называется 5 точку, 5, там 6 километров назад, обходится в 6, в тысячу. Попался нормальный инспектор, я с ним по душам поговорил. Он удивился, что такая сумма была большая, но предупредил, что так вот такса такая-то, и будьте осторожны, но это не наш пост. То есть на месте доказать практически ничего невозможно. Абсолютно. То есть правильно ли я понял, что такса 1000 рублей? Да. Вообще такса 1000 рублей. Но как бы я не засекал, сам знаю, что я уверен, доказать я не могу. Не нравится, сиди долго жди, пока якобы приедет, покажет на компьютере твои нарушения, вот такое-такое. Да, хотя у них у всех, даже в Дагестане, очень удаленной республике России, я там был в сентябре месяце, и там был момент, меня останавливают на одном из постов межтрассовых, находящихся на трассе, и говорят, вы совершили обгон под знак. Так, я на Сан-Янге был, пикапе, Актион Пикап, Актион Спорт, вот, обгон под знак, фуру обогнали. Я говорю, ребят, во-первых, я не видел знака, вот, мы вам сейчас покажем. То есть даже там абсолютно четко пришла картинка, которая, правда, показала, что я что-то обгоняю. Я говорю, ребят, ну, вообще-то здесь разметка, понимаете, нормальная, вот, прерывистая, то есть обгонять можно, они, ну, там знак где-то висел сзади, я говорю, знак висел сзади, когда фуры потоком идут, знак просто не видно, разметка должна дублировать знак, да, я, разметка не дублирует знак, я пошел на обгон, короче, договорились, я им журнал оставил, ну, посмеялись так и так, как бы, я там работал, поэтому, в той республике, поэтому, более-менее все обошлось, все. То есть даже там, в Краснодарском крае, которые собираются в Сочи Олимпиаду проводить, да какую им Олимпиаду, пусть хоть элементарно наведут порядок у себя в ГИБДД, хоть какой-то элементарный порядок, потому что вот люди просто подтверждают то, о чем я говорил, там ездить невозможно по Черноморскому побережью Кавказа, и они хотят этот курорт сделать, эту часть, сделать какой-то с Российской курортной зоной, в Альпах отдохнуть будет намного дешевле. Давайте посмотрим фотографии, я хочу все-таки сменить тему, ну, понятно, это отдельная тема насчет ГИБДД в Краснодарском крае, рассказывай. Это Пятигорск, панорама с Машука, вот, собственно, начинается предгорье Большого Кавказа, туда дальше идут. Вот, это тоже еще Пятигорск, так поснимался на всякий случай, чтобы был. Это, опять же, Пятигорск возле музея, возле госпиталя военного в Пятигорске, все это там. Это вот мы въехали в Кабардино-Балкарию, да, трасса на Нальчик, собственно, ее проезжаем. Это такие забавные названия Куба в 13 километрах. Ну, может быть, Куба? Куба, да, это памятник защитникам отечественным, насколько мне не изменяет память. Вот, это уже начались, это вот именно дорога, вот эта А-128, которая ведет непосредственно на Эльбрус. Это грейдер, или как эту штуку назвать, которая на Эльбрусе, это на высоте 3000 метров, вот это все происходит, вот этот вот олень там же стоит, они ездят и убирают снег для горнолыжников. Вот эта высота где-то 2500. Поселок Нейтрино, от которого мы поднялись, вот, собственно, я вот так вот загонял машинки, чтобы все это красиво более-менее поснимать. Ну, машинка не свалилась, я вроде тоже, все живы, здоровы, все хорошо, замечательно. Да, я вот про эту фотографию говорил. 2500 ты говоришь, да? Да, где-то общая высота, если считать, на друмнем мое. Нет, ну туда есть как-то номинальная дорога, по которой там подбираются на пастбище. Пушки для Росгидромета, для сбития лавин, так называемых. А вот это вот ущелье ведет на, да, собственно, на границу с Грузией. Вот я не помню, военно-грузинская дорога здесь проходит или нет. Это под Нальчиком километрах в 40, по-моему, или в 50 термальный источник. Можно купаться, вода 40-50 градусов подогревается вулканом, как говорят. Купались некоторые. Звонок у нас еще один есть. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, я, правда, вам звонил сегодня уже. У меня маленький вопросик. Давайте. В горах, на большой высоте, как вся машина ведет с точки зрения подачи воздуха? Я понял. Я вот тоже, если честно, боялся некоторых капризов, но на высоте где-то 2,5-2,700 никаких проблем не было. Я удивился сам. На 3000-х на Эльбросе есть гостиница. Туда идет канатка, подъемник, канатная дорога. И я был уверен, что, собственно, продукты, доски, материалы для строительства этой гостиницы, а есть еще одна гостиница на высоте 4,200, туда доставляли либо грейдерами, либо по этой канатке. Я представляю, насколько это трудоемко. Я говорю, вы что, ребята? Да нет, я говорю, зачем? У нас сюда УАЗики поднимаются, ЗИЛы, говорит. Я теперь на лето ищу компанию, чтобы скарабкаться на Эльброс. Непосредственно своим ходом, без всякой канатной дороги, без лыжи, а именно на машине. Говорят, Land Rover туда пытался заехать, но его в итоге поднимали на... Так уже, помогали ему подняться. Мне очень интересно посмотреть, что получится, у каких из импортных таких бравых внедорожников все это получится. Если я уговорю ребят, там, из автопилота и вот кара, мы вот возьмем три какие-нибудь такие броские хорошие машины и постараемся скарабкаться туда. Ну, можно будет попробовать принять участие, если возьмете в компанию, я думаю, что... Да мы вас зовем в компанию, вы же не едете регулярно. Да у нас не получается, у нас не получается, просто как-то так... Нужно заранее запланировать конкретно серьезно, потому что когда... Ты же собираешься как? Бах, и уехал. Неправда. Ну как, ну за месяц, за месяц ты никогда не делаешь. Где-то две недели точно. А что, две недели малого? Я... Мне трудно сказать через неделю, где я буду. Поэтому просто не совпадает, не совпадает. Я с удовольствием с тобой поеду. Я тебе могу дать расписание всех своих тестов на полгода вперед. На этом постановили. Задает вопрос наш телезритель из Санкт-Петербурга, вернее, может быть, из области, да? Пользовались ли вы GPS-навигацией, если да, то как она работала? Да, в BMW X3 стоит GPS-навигация встроенная BMW, но дело в том, что там карты только Москва и Санкт-Петербург. В Кабардино-Балкарии на Эльбурсе нам показывали, что мы болтаемся где-то между Каспием и Черным морем. Белое пятно. Все, больше ничего. Я думаю, что если бы загрузить карты, в общем-то я в BMW залезал в других машинах, и там карты всей России были, дорогу показывали. Так что проблем нет. Хотя не во всех, конечно. А тебе приходилось пользоваться навигацией там раньше, да? Где? Именно в Кабардино-Балкарии, в Провельбурсе? Вопрос. Нет. Честно говоря, не приходилось. То есть я не испытываю нужды, потому что, во-первых, есть язык, который до Киева доведет. Во-вторых, я более-менее знаю дороги идти и развязки. Я вообще географию страны нашей знаю более-менее. Вот в такой-то профессии. Нелепо было бы узнать. Один наш пробег до Владивостока еще расстроился. Слушай, а вот расскажи, какие нужны навыки для того, чтобы ездить по серпантину по горному, да? Во-первых, нужно спокойствие. Это основное. Во-вторых, не стоит суетиться и не стоит торопиться. Если водитель не уверен в себе, то скорость поднимать выше 40 км в час я категорически просто не рекомендую. Я, в принципе, пользовал там в некоторых местах на свой страх и риск, в некоторых петлях, раллийное вождение, это когда машину полу кидаешь в занос, чтобы зайти уже сразу в другой поворот. Управляем в занос. Чисто, да, чисто проскользить. Вот. БМВ это позволяло делать, но при отключенном, соответственно, системе курсовой устойчивости, системе стабилизации. Вот я так чуть-чуть развлекался. Но все равно это страшно, потому что отбойников нет. Падать, если что, придется, ну, метров 200. Я тоже думаю, не сам кому-то понравится. Допустим, хотя бы 50 метров. Вам тоже это мало не покажется. И дело в том, что очень большой опасностью ставят себе закрытые повороты. Когда вы заезжаете за участок горы, и если вы идете на большой скорости, и не дай бог там оказывается встречка, а местные таксисты, носящиеся от Эльбруса в сторону Нальчика, они экстремалы, во-первых, все на нашей классике. Это везде так? Это, я тебе могу сказать, любой стране, месте жителя? Да, но они вообще, вообще нормальные люди стараются ставить все-таки зимнюю резину. Особенно, тем более, знаю, что в горах, где идет снег постоянно, там народ либо всесезонку экономит, использует, либо кто-то вообще так приглядывался на лысой летней резине. Вот теперь представьте, когда вы ходите в поворот, и вам на встречу, виляя всеми четырьмя колесами, несется вот такое чудовище. Если вы недостаточно уверены в себе, недостаточно четко знаете возможности своего автомобиля, начинаете экстренно тормозить. Экстренное торможение, это в любом случае для машины шок. И черт его знает, как она там сработает. Да, если она дополнительными системами не оборудована безопасностью. Вас просто протянет вперед, отбойников нет, ничего нет, я еще раз говорю, просто улетите. Лучше, ну в некоторых случаях, даже может чуть прибавить газа, уходя от столкновения, в некоторых случаях лучше тормозить. Но еще лучше это четко знать свою машину и уметь пользоваться рулем. То есть активная рулежка позволяет избежать многих проблем, на горном серпантине в том числе. Это надо ощущать машину очень хорошо. Если вы не уверены в себе, если вы не знаете, что сделает ваша нога или рука, в следующий момент лучше не разгоняться. Еще один звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас. Да у меня такой вопрос. Я тоже собираюсь по этим местам проехаться, но на такой дорогой нету денег, не дорожник. А что вот Санкт-Юн Карен, Гранд Витара и Митсубиси Паджеро Спорт, какой из них был предпочтительный для таких туристических поездок? Вы знаете, вы перечислили, в общем-то, тоже, особенно Митсубиси Паджеро Спорт, это тоже не самая дешевая машина. В общем-то, они и Кайрон, и Хонда, по-моему, да, и Митсубиси, это все одноклассники X3-го. То есть все зависит уже от личных предпочтений. Гранд Витара. Да, Гранд Витара. И от уровня того комфорта, который вы испытываете в салоне. Мне в салоне BMW было комфортно. В общем-то, как все вышеперечисленные вами машины, они тоже достаточно комфортные и удобные. Вопрос в том, насколько вы к ним привыкли, и насколько вы себя хорошо в них ощущаете. Потому что, допустим, туда мы доехали с остановками, мы останавливались в Пятигорске, спали, мы останавливались в Ростове у знакомых, тоже как бы так отдыхали, и добрались где-то за полутора суток, ну, может, чуть больше. Обратно мы долетели за сутки, даже меньше. Вот эти, ну, почти 2000 километров мы прошли за сутки, потому что у меня поднялась температура, мне нужно было срочно в Москву. Я заболел в итоге в этой поездке. И дело в том, что насколько вы собираетесь гнать. То есть, если вы поедете размеренно с остановками, вы можете взять, в общем-то, любую из этих машин, вам будет комфортно. Дальше уже по расходу, по-моему, все-таки оптимальнее выбирать Гранд Витара Сузуки. Она более экономичная из всех перечисленных вами машин, ну, при соответствии одинаковых двигателей, соответственно. Вот. Кайрон, о новом Кайроне я, к сожалению, ничего не могу сказать, потому что еще до него не добрался, только Рекстон и Актион из новых моделей Сан-Янга у меня были. В принципе, вот Сан-Янг, Актион я не ожидал. Я доехал еще дальше, то есть до Махачкалы, даже не до Махачкалы, а до Дербента, и там поднимался в горы, но, правда, не на такие высоты. Ездил к друзьям, приглашали. Вот. Замечательно. Те же самые, имея максимальную скорость где-то в 170 км в час, дизельный двухлитровый Актион Спорт, прекрасно у меня доехал. По расходу на топливо он меня полностью устроил. В 8 тысяч обошелась дорога туда-обратно. На BMW, если кого-то интересует, 3 300 туда и где-то 3 500 обратно. Ну, тоже где-то порядка что-то 8 тысяч. Вот. Это ушло по деньгам. А у Сан-Янги вообще стали делать довольно удобные, комфортные машины, но учитывая, что у них еще лицензионные движки Мерседес, в общем-то, как бы это бюджетный, вполне нормальный вариант. Звонок у нас еще. Ты мысленно подрел. Сорвался. Извини, продолжай. По поводу Сан-Янга. Прервал тебя. С Mitsubishi Pajero Sport в принципе я думаю, что тоже проблем не будет, учитывая, что эта машина все-таки заточена на внедорожные условия. И по трассе она ведется тоже просто замечательно. Вы перечислили именно те модели, на которые, в общем-то, чувствуя вся сила и уверенность, можно сесть и спокойно ехать. Что именно лучше будет зависеть от личных предпочтений. Что экономичнее, я бы советовал Сузуки. Считаешь ли ты, не так, можно ли твое путешествие считать экстремальным, да? В какой-то степени да. В чем ты пучался экстрем? А потому что я еду все время один. Ну, не один, вот с попутчицей, со спутницей. Вы менялись? Да, мы менялись, естественно. Потому что одному очень тяжело пройти такое количество. Это потом машин нужно снимать динамики. Соответственно, какие-то кадры делать, одному это сделать фактически невозможно. И поэтому фотограф, его помощник обязательно что-то присутствует. Вот, естественно, менялись. Ну, при всем моем доверии к спутнице, конечно, я старался ей как можно больше облегчить работу. То есть я-то привык проводить за рулем очень много времени. Там немножко другая ситуация, хотя тоже уже человек со мной наезживает километры и привыкает потихоньку. Поэтому, в общем-то, могу назвать, это Анна Кольченко. Мы уже вместе даже пишем потихонечку для этого. Да, для журналов. У нее выходят свои тесты. 530-й, XI, BMW. Отдельно. Потихонечку начинаю втягивать в профессию. Вот, поэтому, конечно, так легко. Одному пройти такую дорогу тяжело. Да, я понял. А еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Меня зовут Александр, я из Белгорода. Меня интересует вот такой вопрос. Я приобрел... Алло, Александр, вы пропали. Вы приобрели... Я приобрел автомобиль в Германии. И собираюсь, в общем-то, поехать, попутешествовать. Там есть система навигации. Адаптируется ли она у нас? И если есть, то диск, где можно купить? Диск, вы имеете в виду машину, приобрели BMW, и там стоит штатная навигация BMW. Я приобрел Audi. Audi. Ну, я думаю, что, в принципе, все навигационные системы, даже те, которые выпускают с нашим Матласом, навигационные карты, они сейчас совместимы со всеми международными стандартами. Вы просто перегрузите систему. Ну, единственное, что если навигация встроена в Audi непосредственно, я советую вам заехать в салон Audi, дабы не напортачить. А диск, да, с картами вы просто купите, и он будет спокойно работать. Жесткий диск вам зальют в сервисе, Aldi, те же самые карты спокойно, и точно так же спокойно вы будете пользоваться. Вопрос в том, что насколько у германской машины есть русифицированное меню, английский язык есть точно, вам придется, скорее всего, все это понимать на английском языке. Поэтому, может, имеет смысл брать карты России на английском языке, чтобы не было абракадабра, потому что абракадабра бывает. Я думаю, специалисты подскажут, какие карты брать. По поводу инфраструктуры, по поводу инспекторов ДПС, вы же выяснили, как там с питанием дело обстоит? С питанием там замечательно. Я, в общем-то, не устаю говорить о том, что Кавказ – это отдельное место, отдельная такая область у нас, где все еще осталось честно. Мы хоть имеем некоторые проблемы в центре с лицами кавказской националии, сейчас так нельзя говорить или что-то, но там все это проще, потому что закон гостеприимства все-таки там работает. Хотя с BMW, естественно, у меня возникали некоторые такие напряжения. Все очень активно интересовались, сколько стоит машина. Я объяснял, что здесь стоит спутниковая сигнализация, у меня очень бесполезно, ребята. Да, вам это не надо в любом случае, тем более ущелье, выезд из ущелья один, и вас не найдут. Хотя все-таки люди, знающие, советовали, а ты переставь машину, не ставь ее вот здесь, поставь поближе к службе вневедомственной охраны, там что-то, ну, все нормально. Там кормят просто на убой замечательно, дешево и вкусно. Ни в одном кавказском ресторане в Москве вы не найдете такой еды, какая есть там. Плюс сочетание горный воздух, плюс натуральные продукты. Это я имею в виду прямо на дороге. Вот на дороге есть рестораны? В смысле? Ну, что не рестораны, а там кафешек какие-то. Да кафешек сейчас дальнобойщики ездят в таком количестве, у нас собираются развивать автомобильные трассы, и в первую очередь развиваются все кафешки. Так что остановиться можно в любом населенном пункте и поесть, исправлять. Сколько стоит там поесть, пообедать? Я думаю, в 300 рублей вы уже наедитесь от пуза. Ну, были такие места. Недорого, недорого. Да, абсолютно недорого. Мы в Пятигорске... Что входит в меню? В Пятигорске мы что-то взяли первое, второе, оставили целых 210 рублей. Там салат, чебуреки местные, хинкали какого-то такого, тоже местного вида, потому что я такого еще не ел, в Пятигорске какой-то особенный хинкали готовят. Вот, именно хинкальные. И все это удовольствие, чуть 220 или 250 рублей обошлось. Ну, а что касается гостиницы. Вот, скажем так, если бы ты имел детей и поехал с детьми, да? На такую дистанцию. Да. То есть, ты же понимаешь, это семейный отдых, то есть, вот как устроится? Я все-таки, конечно, советовал, потому что на трассе Москва-Дон есть очень много таких зазывающих приглашательных мест, типа номера, душ и все такое. Но это все в первую очередь ориентировано на неприхотливых дальнобойщиков. Которые, да, тоже хотят какого-то комфорта, но на самом деле, когда вы заселяетесь в такую гостиницу на трассе, больше, скорее всего, что-то не будет работать. Туалет будет где-то у нас на, детям будет некомфортно. Проще доехать до какого-то крупного города, и на его окраине уже вся эта есть инфраструктура на трассе, где можно спокойно заселиться и уже даже с детьми жить спокойно. Что касается непосредственно самого при Эльбрусе, ну, там вся дорога где-то, начиная 30 километров до Эльбруса, это сплошные пансионаты и прочее, 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 прочее. Мы туда поехали, не имея даже представления о том, где мы будем жить. Через полчаса, по-моему, общения с местными, мы уже знали, где мы будем жить, сколько нам это обойдется, зачем и почему. Ну, то есть здесь не стоит путешествовать? Да, в принципе, это спокойно. А вот X3? X3, я думаю, выдержит всех детей вместе взятых. Выдержат ли дети X3? Он не трясет, нет, он не трясет, все хорошо, но дело в том, что машина очень динамичная. Если водитель такой, как я, любящий скорость, и понажимать на гашетку... Детей нужно любить больше, чем скорость. Ну, детей будет просто укачивать, хочешь, не хочешь, сзади. Тем более, на большие расстояния с детьми всегда очень тяжело ездить. Я вот, например, за ребенком в Омнинск езжу, и да простят меня все на свете. У меня был один случай, когда не с кем было его посадить сзади, мне пришлось ребенка посадить на переднее сидение. Я был на Hyundai Net. А сколько ему? Дочке 6 лет. Она не выдержала, я начинал ее укачивать. Чтобы ее не укачивал, мне уже все, надо было как-то доехать. Я был вынужден посадить на переднее сидение, включить ей музыку и развлекать ее как-то, чтобы отлечь от дороги. Потому что дети все равно большие расстояния переносят гораздо хуже, чем взрослые. И взрослые-то не все переносят. Вы, кстати, много места? То есть он большой? Да, он довольно большой. Хотя вот так, конечно, если смотреть на эту машину, она кажется компактной, аккуратненькой. Ну, трешка. Треть серии, вроде бы что-то. Они его называют младшим в своем семействе внедорожников. Вот выдан военную тайну, BMW готовит какой-то X1. Мне тогда очень интересно посмотреть, что это такое будет X1. А X3 у меня... Он кажется очень суперкомпактным. Внутри места просто очень много. То есть пять человек, трое на заднем сидении, в нем сядут спокойно. Особенно, если они будут где-то мае такой комплекции. И, в общем-то, на большое расстояние можно с ними проехать. Багажный отсек? Багажный отсек там просто огромный. Как у любого нормального внедорожника. Но вот лыжи длиной 100... По-моему, 158 или 160 сантиметров. У меня полностью в багажнике не помещались мои лыжи. Мне приходилось откидывать одно сиденье. Ну, вопрос решается просто. Сиденье-трансформер. Спинка опускается. Лыжи протягиваются. И все. Едем дальше. Понятно. Ну, принято уже ближе к концу эфира задавать вопрос творческим людям. Вопрос стереотипный, стандартный. Ваши творческие планы. То есть на чем и куда ты собираешься ехать в ближайшем будущем? Ближайшее будущее у меня планируется 4007. Только презентация прошла. А ты уже взял. Ну, извините. Обскакал. На нем я доеду в одно место, говорить пока какое не буду, и в Финляндию должен доехать. Вот. Все согласовано. Потом следующий у меня, я не помню, все-таки я доберусь до Хонда Аккорд. Немножко попробую позажигать на этой машине. А потом я уеду, планирую уехать. Я не знаю, что из этого еще получится. Я надеюсь, что все-таки все выйдет хорошо. Где-то в мае, на майские праздники и до числа 16-го я планирую большой пробег по Юрак. Если интересует, на БМВ. На БМВ? Да, потому что я... Да, мне нравится эта марка. Есть более экономичные машины, но менее комфортные. Именно по сочетанию того, которое меня устраивает. Комфорт, расход, скорость и прочее, я пока останавливаюсь на марке БМВ. И для длительных таких очень дальних поездок я выбираю ее. Например, тест, который я писал в Автопилот Родину по атомным городам России. Это Десногорск, в Тверской области атомная станция и Сосновый Бору в Калининграде. То есть, такой крюк. Я взял 530-ю XI бензиновую. Меня она по расходу тоже полностью устроила. Плюс я знал, куда еду. Комфортная машина, удобная, замечательная. Я стараюсь подбирать. Когда нет возможности договориться с БМВ, тогда договоримся с БМВ Европа. Я понимаю. Но хочу заметить тебе, что твой долг как журналиста брать только те машины, которые тебе нравятся. Я согласен. Я полностью согласен. Это просто ремарка. Она ни к чему не обязывает. Просто, чтобы тебе немножечко подколоть. Ну что ж, спасибо большое. Эфир наш заканчивается. В гостях у нас был мой товарищ коллега Николай Лукинц, с которым мы проехали большое расстояние по нашей стране. Меня зовут Володя Гаврилов. Я с вами прощаюсь. Говорю вам до свидания. Это была программа «Попутчик». Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...